Уже в течение 7 лет команда Team Empire успешно сотрудничает с компанией Seagate. Немаленький срок, согласен с вами, за это время многое произошло. Участие и победы на многочисленных ивентах и турнирах. Тысячи часов тренировок и немоверное количество увлекательнейших историй от игроков, за которыми и стоит, по сути, все прошлое, настоящее и будущее команды. Поэтому в честь такой значимой даты, при поддержке компании Seagate, мы запускаем цикл видеороликов под названием «История Империи», где мы будем с вами не просто вспоминать, а окунемся с головой с теми, кто все это пережил, с настоящими и бывшими игроками Team Empire. Ну а первым нашим сегодняшним гостем, так сказать, для открытия всего этого торжества, мы позвали бывшего игрока «Империи» Ивана Скорохода, более известного как «Ван Скор». А как тебе представить? Как есть. Лучшей во вселенной. Мы в итоге решили двинуться дальше и взять интервью у лучшего во вселенной бывшего игрока, команда Team Empire Ивана Скорохода «Ван Скор». Здорово. Спасибо, спасибо, спасибо. Почему киберспорт? Почему киберспорт? Ну потому что я люблю играть в игры. Это самое главное. Я с детства, так сказать, был приучен к компьютеру, я очень много сидел за ним, потом я познакомился со всякими стратегиями, играл долго в World of Warcraft, и потом меня на мои одноклассники познакомили с дотами. Как у тебя переросло желание просто вот играть в доту, желание превратить это в профессию? Ну я вроде как играл с друзьями, там, одноклассниками, в доту первую, потом в доту-2, потом на пару турниров местных съездил с ними, я так прочувствовал дух соревнований, я параллельно еще занимался секцией водного пола, то есть у меня уже был заложен дух соревнований командный. И я подумал, ну водное поло мне не так сильно нравится, в конце концов, мне больше вот дома хочется посидеть, поиграть в доту, и по итогу решил искать команду в доте. Твое знакомство с Империей. Когда я играл в Rock's Kiss, я слышал о такой команде, как Империя, ну мне играли тогда Скандал, Пупловый Брейн, это был, так сказать, главный стак их, костяк этой команды, и однажды, так сказать, у нас возникли разногласия в команде Rock's Kiss, ну я покинул эту команду, так сказать, у нас тогда не было ни договоров, ничего, потому что это такой 2013 год был, да, и тогда, как после того, как я покинул эту команду, мне добавился Саша Стрэнджер, и, ну, спросил меня, ну, Сатик, ну, что я за, кто я, что я за человек, и хотел протестировать меня в команду. Вот так вот, так вот и началось все потихоньку, начались переборы игроков, там потом Silent появился с нами, у нас был скандал, Love Your Brain, Silent, вот, еще тестили игроков и так далее, и вот, как все понеслось. Самая радостная ситуация за время работы в Империи? Ну, самая радостная, это, наверное, ну, даже не знаю, это, наверное, когда мы побеждали, занимали первые места, поднимали кубок над головой, и вот если смотреть, какие кубки сейчас лежат рядом со мной, я могу сказать, мы понимали, есть вот Се 2013, на этих лапсе мы кубок поднимали над головой. Шампанское бухали из кубков? Нет, ты мироварец катали в доту. Вообще, что-нибудь бухали из кубков? Нет, нет, нет. Команда Империя гораздо более профессионально выглядела на тот момент, с построением команды Роускис, были договора, и, так сказать, организация полная, и контакт с, так сказать, верхушкой организацией был, менеджер толковый, все вот, ну, вот, все было хорошо, и уже о буткемпах начали задумываться, и турниров больше, и как-то более яснее стало все, ну, и, как бы, может, на тот момент, так сказать, более звонкий был. Какие вот новые качества, может, у тебя появились, может, еще что-то, не знаю, вот, ты можешь сказать, что вот за полтора года ты, там, продвинулся в киберспорте, в разве с ним, еще что-то? Да, можно так сказать, и, так сказать, если вот Рокскизы были, как вот, начало, а Империя, вот, как, ну, не знаю, фундамент такой вот, ты вот только встал на него, а в Эмпайр были лестницы уже, то есть вот лестни, вот, так можно сказать, лестницы наверх. За все время работы в Империи расскажи какую-нибудь самую неловкую ситуацию. Не совсем хочется о неловких ситуациях говорить, но вот всякую такую, первое, что на ум приходит, я помню, как Флай нас отговаривал брать местную шаурму в Швеции на DreamHack'е, а по итогу мы с Resolution взяли по шаурме, все было отлично, как обычно, так сказать, когда шаурму берешь. Ну да. А потом на следующий день мы опоздали на автобус для места проведения. Подожди, это было связано с шаурмой или... Или с чем? Или это просто два не связанные события? Нет. Ну, оставлю на надумывание, так сказать, людям, которые будут это смотреть. Ну, как бы, знаешь, я как человек, который... Любит шаурму? Любит шаурму, который живет шаурмой, могу сказать то, что у меня много ситуаций, когда я опаздывал, перед тем, точнее, после того, как съедал шаурму, но не из-за того, что я там отравился или еще что-то. Просто я проспал. это было не связано. Ну, вдруг ты такой решил, знаешь, ты же не сказал, мы отравились, вдруг мы реально там проспали после этого. А ты такой, ну, зато съели офигенный шот. Ну, а зачем я бы тогда такую предысторию делал, если бы не это? Кто его знает. Самый крупный турнир за время работы вы пели. Крупный не в том плане, что вот он по значимости, сам по себе там дорогой очень, и так далее. Самый крупный для тебя, вот самый значимый для тебя, который ты запомнил больше всего и сказал, вот да, вот это вот я вряд ли запомнил. Ну, когда нас пригласили на Интернешнл в 2014 году, это вот самый радостный момент. Заняли там 12-13 место, и вот даже вот это место, я думаю, было бы самое более значимое, чем все остальные мои достижения, я бы так скажу. Ребята, никогда не сдавайтесь. Если что-то не получаете, пробуйте снова и снова. Самое главное желание. Мы доиграли в Star Wars Battlefront, договорили, и я любезно попросил Ваню оставить парочку автографов для вас. И на этом наше интервью с Ваней закончилось, и мы решили отправиться к нашему следующему гостю, хотя в данной ситуации скорее мы были гостями, потому что мы отправились в город Киров, где нас ждал Андрей Михеев, соучредитель компании UCC и экс-игрок Империи, более известный как Хобот. Все, ты готов? Погнали. Давай, давай. Давай начнем с простых вопросов. Откуда у тебя вообще появился интерес к киберспорту изначально? Людей моего возраста, плюс минус несколько лет, история примерно одна и та же. Только-только появились компьютеры, и по всей России начали открываться компьютерные клубы. И там стояло две популярных игры. Это было Counter-Strike, это было StarCraft. Где-то еще в Quake играли активно. У нас в игровых Quake не играли, потом уже в Quake 3 начали играть, но до этого я считал был в Quake 2 в него не играть. Просто нравилось новое какое-то увлечение, компьютеры, и потом понял, что StarCraft из всех игр, которые мы играли, и Counter-Strike, и StarCraft, как-то StarCraft больше пришелся по духу. Но это может быть связано с тем, что я в шахматы ходил раньше играми, занимался. То есть это была тоже так стратегия, а это стала стратегия реального времени. И, соответственно, возможно, в шахматах у меня получалось, ну, и за счет шахмат у меня в StarCraft получалось лучше. Это было не подвалом, там на втором этаже стояли компьютеры, и там было реально цивильно. Вот он подержался дольше всех, то есть даже вывеска была. Слушай, а сейчас до сих пор весит геймер 24 часа опять, 8-8-8-7, да. Вот он вот в этих окнах был, и тут уже видишь какой-то офис на самом деле. То есть просто всем кофе, никто не снимает эти вывески. Они с того времени еще остались, можно сказать, что сохранились. Да, но он закрылся буквально года 2 или 3 назад, потому что они тогда на PlayStation'ах вывозили как-то. Ну да. А компы стояли просто. Вот оно, как все начиналось, и как начинали крутые киберспортсмены, как начинается этот путь. Вот с таких вот помещений, с таких методов, где он геймер 24 часа. Я вижу, он еще внизу, там студия Загара Блэк. Да, нет, от одного владельца. Вообще, большинство геймеров там начинали, у них были вообще ужасные условия. Ну, как у нас там, просто подвал, и там тебя запирают на ночь, да, там была ночная с типа смены. Ну да, да, да. Ролитлик, кстати, я про это тоже очень предоставлю. Мне нравится, как везде типа солярий и миссия, вывеска игровая, и джойстика. То есть ты как бы играешь и загораешь, играешь и загораешь, у тебя все и фотографию... Сгораешь сейчас. Сгораешь, да, за игру. Вот на тот момент был ли человек, может быть, какая-нибудь команда, за которой ты следил бы, и такой, вот, я вот на примере их, хочу развиваться в направлении этой игры? Да, безусловно. То есть как раз я сказал, что у корейцев была культура Старкрафта, и у них были там регулярные турниры, как одиночные, так и командные. Так как я играл за расу Зерк, соответственно, мои кумиры были Зерк. Один из них это был Джулий Зерк, который в Старкрафт второй потом играл. И самый, наверное, такой, он непопулярный игрок, его звали Джей Джу. Я даже толком уже о нем ничего не помню, но вот как бы нравились его игры. Так, ну давай, сразу я тебе вопрос задам. Мы с тобой уже обговорили, получается, твое начало, как ты начал погружаться в киберспорт. Как ты попал в Империю? Я просто, знаешь, смотрю на все это, смотрю как на финальную точку, и мне интересен весь путь. Понял. Поэтому... На самом деле, был такой парень, Игорь Барановский, который игрок Лига Легенд. Ага. И он мне написал, что у него есть какой-то знакомый из Империи, который хочет собрать состав по Старкрафт 2, и не мог бы я с ним поговорить. Я с ними поговорил, они сказали, слушай, ну вот нужен нам Старкрафт, состав по Старкрафт 2. Ага. Соберешь? Я говорю, соберу. И они сказали, ну зарплата будет. Я такой, что? А до этого игрокам, ну вообще прецедентом по Старкрафту практически не было, чтобы кому-то регулярно платили за то, что было. Да, 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 да. И что-то тогда сказали, по-моему, то ли 5 тысяч рублей плюс мотивация, и это была такая невероятная победа. Это были первые шаги вообще, когда вот профессиональные управленцы, да, серьезные люди начали заниматься серьезными делами в киберспорте, да, то есть. Твои мысли, когда ты первый раз понял, что можно зарабатывать за счет киберспорта, и появилась такая возможность в Иберии. Твои ощущения, эмоции? Я был рад, безусловно, потому что это был еще один путь, ну вообще к моим целям, мечтам, да, то есть у меня приближало первых целей попасть в Корею, да, играть на высоком уровне, во-вторых, обеспечивать себя, потому что в том возрасте уже задумываешься о реальных деньгах. Трудно было собрать команду? Нет, не трудно, если было трудно, я бы запомнил, потому что я просто позвал знакомых, которых считал, что более-менее играют. Тогда уже другие команды тоже существовали, то есть Эмпайру не была первая команда, которая открывала Ставкрафт подразделение, но они только открывались. Вот. Мы собрали состав, и империя хотела, чтобы я менеджер уже. Вот. Может быть, сейчас бы я, будучи на том месте, да, и при выборе путей, условно говоря, я бы, можно, согласился менеджер, но тогда я не хотел менеджерить совсем. Я хотел именно играть, хотел выиграть, была начината, стать чемпионом, все равно большие деньги были в своем призовании. Да-да-да. Тогда уже призовые были совсем нормально. Империя создала великолепные условия вообще для развития киберспорта тогда. Ну, то есть, любой человек, который как-то пытается развивать, пусть это бизнес, неважно, они все равно развивали тогда комьюнити, развивали, вообще раскачивали рынок, да, и сейчас это, ну, и сейчас это делают, и в целом это очень круто, они все это просто понимают. И на такой вот красивой ноте наше интервью с Андреем тоже подошло к концу. Далее мы направились в город за маркером и специальным кировским блокнотом, потому что я забыл взять это дело из Москвы, чтобы Андрей оставил для вас автограф. Кстати, у вас наверняка возник весьма резонный вопрос. Ты брал автограф у игроков для нас? Может, ты ошибся и брал их для себя? Нет. Я все верно сказал, поскольку в конце цикла мы проведем их розыгрыш специально для наших зрителей. Все, что от вас требуется, это поставить лайк этому видео и сделать его репост. Победитель будет определен судьбой, ну, то есть, случайным образом, и я сама лично вручу ему все это дело, если победитель, конечно, будет проживать в Москве. В остальных случаях придется воспользоваться услугами Почты России. Да. Простите меня за это. Вот и все. На этом наше погружение в Истоке закончилось, но ненадолго. Дальше больше. Пишите в комментариях, кого вы бы хотели увидеть в следующих выпусках. А меня зовут Семен, спасибо большое за внимание и увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok